Берешит 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 И, вы знаете, я, не вникая, не ныряя, то я вот этих мест и не замечал раньше, что Бог сказал земле, сказал воде. Очень интересно для меня, это было для меня открытие. И вкратце идет в начале книги Бытие, и вкратце идет повествование о том, как Бог создал землю, все, что на земле, создал человека. А вот с этого места поподробнее, то есть Бог, начиная уже с человека, уже здесь идет намного более подробный рассказ, как это все происходило. И мы помним, что Бог создал человека из праха земного, вдохнул в него дыхание жизни, свой дух вдохнул в человека. И человек стал душою живою. И увидел Бог, что нехорошо быть человеку одному, и создал ему жену, создал ему помощницу, жену. И Бог наслал сон, Адам, ложись, отдохни, просыпается, а перед ним то, что он раньше не видел. И, я так понимаю, он был просто потрясен. Да, он увидел ее, и он был, я уверен, он был очень благодарен Богу. И Господь в своем письме говорит, и прилепится человек к жене своей, будут двое одноплодь. И Адам, конечно же, прилепился, и произошло двое детей. В традиционном христианстве считается, что дети родились уже после того, как Адам и Ева уже не были в Эдемском саду. Но в христианстве считается, что после изгнания из Эдемского сада родились эти дети. Но в иудаизме будут двое одноплодь, это значит вот этот ребенок. Одноплодь – это вот плод, плод – это тот самый ребенок, который родился после того, как человек прилепился к жене своей. И мы видим, тут, конечно, нам помогает наша фантазия, что это был идеальный мир. Тут немного об этом написано, но очень хорошо понятно, что этот мир был идеален, идеален для человека. И все было замечательно, Бог сказал, дал власть над этой землей людям. И был всего лишь один запрет, как мы помним, не есть, а дерево познания добра и зла. То есть это было испытание, которое человек, увы, не выдержал. И к нему змей был хитрее всех зверей полевых, он самый хитрый. И он, конечно, ну, мы уже знаем, как происходят схемы обмана, да? То есть никогда обманщик вам прямо не скажет. Он идет хитрыми путями, он манипулирует. И когда уже этот обманщик получает свое, когда он вас уже обманул, пусть нас не обманывают, но я так понимаю, каждый из нас сталкивался с подобными вещами, когда нас обманывали, к сожалению. К сожалению. То мы обнаруживаем вдруг, неожиданно, что произошло что-то очень неприятное. Мы что-то потеряли. Так произошло с первым человеком. Они вкусили это дерево, плод этого дерева. И после этого все изменилось. Изменилось не к лучшему. Изменилось тело человека. Тело человека, оно стало смертным. Бог это не планировал. Земля изменилась. Все поменялось в худшую сторону, к сожалению. Адам, конечно, очень много раз пожалел о том, что он сделал, но уже все произошло, уже изменить ничего он не смог. И люди начали прятаться от лица Божия. То есть, читая Писание, я так понимал, что Бог говорил лицом к лицу. Они видели Бога. Они могли общаться с Ним. Они Его видели. Но после непослушания, после грехопадения, они начали прятаться. И когда мы читаем Писание, мы видим, что они могли уже только лишь слышать Бога. Они услышали Бога. И Бог сказал, Адам, Адам, что ты сделал? Ты съел от этого дерева? Ел от этого дерева? Адам, то есть, то, что в нем раньше не было, начало проявляться. Начали проявляться дурные наклонности. То, чего раньше в нем просто не было, после того, как он съел этот плод. То же самое произошло с Евой. Они начали уходить от ответственности. Сначала Адам, потом Ева. Ева сказала, это змей. Но наказание получили все. Увы. И можно только фантазировать, что было бы, если бы Адам признал свою вину и сказал Богу, согрешил я, я не послушался, Господь, прости меня. Но никто из них этого не сделал. Никто не стал раскаиваться. И каждый получил свое наказание. Мы все знаем, какое. Мы эту историю очень хорошо знаем. И раскаившийся первый человек, это был Каин, который убил своего брата. То есть грех так стремительно начал развиваться в этом мире, что уже первый же сын Адама и Евы совершил убийство. И это тоже было все в первый раз. То есть я так понимаю, в этом участвовал Сатан. Но это не снимает ответственности с Каина. И мы можем слышать, когда человек может сказать, ну, бес попутал, как бы избегая, вот я не виноват, это вот Сатан, я тут ни при чем. Нет, нет, ответственность, последствия будут обязательно. И впоследствии мы видим, что земля, люди на земле, они стремительно начали развращаться вплоть до того, что Бог сказал, и сказал Господь Бог, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных, истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Но и же обрел благодать пред очами Господа». И мы помним, что через Ноя Бог создал новый мир, Бог через Ноя создал все по-другому, все по-новому. И, к сожалению, люди постепенно, это зло, к сожалению, оно осталось, хотя и Ной был человеком благочестивым, но вот этот корень зла, увы, увы, он опять начал развиваться и в его потомках, и так далее, и так далее. И пришел, Бог воплотился в Сыне в свое время. Мы хорошо знаем эту историю каждый из нас, кто примирился с Богом, особенно хорошо знают, потому что Бог дал это обещание, и Он его выполнил, что тот, кто примирится с Богом, тот, кто последует за Ним, то Дух Святой будет жить в Нем. То есть, Его душа начнет восстанавливаться. И мы знаем, что уже в конце этой книги, этого письма, который написал нам Бог, в книге «Откровения» происходят очень драматические события, и Бог нам говорит «Держи, что имеешь, держи, что имеешь, дорожи тем даром, который ты получил, той драгоценностью». То есть, мы следуем за Богом, мы стараемся, стараемся исполнять те заповеди, которые Бог нам заповедал. Бог нас спас, и мы верим, верим, что в конце времен воскреснут мертвые. Все человечество будет восстановлено, будет суд. Бог придет, как праведный судья, будет судить землю, будет судить народы. И сейчас такие события, один из признаков, это война в Израиле. Мы все читали это, что в Израиле будет война. И кто знает, это уже начинается, уже Господь вот-вот придет, или это генеральная репетиция. Никто из нас пока не знает, но это именно те признаки, о которых говорил нам учитель Иешуа. И в Священном Писании сказала, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы трезвились, чтобы мы всегда были готовы к тому, что Господь наш придет, и мы соединимся с Ним, и Он восстановит наши тела. Смерти уже не будет, слез уже не будет. То есть будет полностью восстановлено то, что было до грехопадения. Бог даст нам прославленные тела, такие, как были у Адама. И мы ожидаем этого времени, хотя, конечно, будут очень драматические события, но Бог утешает нас и говорит, не бойся, я с тобой, я держу тебя за правую руку. Я всегда буду с тобой, никогда не покину, не оставлю, я всегда буду вести тебя. Не уклоняйся ни направо, ни налево, будь со мной. Аминь.